Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Утро умыться надо. Ладно, все, умыли. Клаус, братан, у тебя сегодня день рождения. Сегодня же мой день рождения. Да ладно. Ого, похоже, она правда видела тролля. Ее похитил тролль? Нашу девушку похитил тролль? Не нашла его. Сейчас она у тети Вьютиньхи. Нет. Вьютинь. Хлеб. Тесто. Хлеб черный. Хлеб бородинский. Лепешка. Лепешка квадратная. Лепешка шоколадная. Лепешка красная. Коровья лепешка. А где торхуй? А где лимонад? Где это все? Клаус. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз. Два. Три. Молодец. Спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Мы установили ребенка. Всем привет. Привет, друзья. Вы на Валеришко. Плей. Новая игруха My Child Libensborn. Друзья, начинаем играть. Европа охвачена Второй мировой войной. Германия оккупировала Норвегию. Норвежская игра. Получается, дело в Норвегии происходит. Война закончилась. Норвегия освобождена. Народ ликует. Так быстро. Ребята. Пролетело 5 лет. Фу. Прям. Так. И что? После 5 лет оккупации можно искоренить все упоминания о нацистах. Да уж, конечно. Да. Никто их не любит. Так, друзья. И что? Три года спустя мы взяли в семью ребенка. А нафига мы это сделали? 1948 год. Тяжелые послевоенные годы. Мы с Валеришкой усыновили малыша. Они прям такие дамы. Ну, крутые. Спасибо, что решили взять Клауса под опеку. Он не мог здесь больше оставаться. Ага. Усыновить. А, тут еще Карин, Клаус. Берем Клауса. Друзья, если это видео наберет 10 тысяч лайков на Валеришка Сим, выйдет серия, где Валеришка будет усыновлять Карин. А мы пока берем с вами Клауса. Вот такой у нас паренечек. А давай лучше ты продолжишь усыновлять. 10 тысяч лайков, друзья, если эта серия наберет. Будет Карин на Валеришка Сим. Я дома. Так, провели время с Лив. Привет, Клаус. Хорошо поиграли с Лив. Ага. Ага, было весело. Мы с Лив лучшие друзья. Кто такая Лива? Это мальчика или девочка? Девочка. Мы нашли чудный пенек в лесу. Ого. Пенек. Думали, внутри спрятано сокровище и клад. А потом пошел дождь. Блин. И клад растаял. Но это нас не остановило. Мы решили охранять пенек. Ютить, охранники пеньков. Что может быть круче? Интересно слушать дальше историю про пенек. А потом, а потом, суп с котом, суп с котом. А потом оказалось, что в пеньке ничего нет. Ну, ютить ушки, колотить ушки. Клаус, ну ты веселый парень. Но кто знает, вдруг тролли просто еще не успели туда ничего положить. Мы еще раз туда сходим к пеньку. Попозже. Например, через два года. Так, ладно, что? Ну, здорово, похоже. Все ли, отлично провели время играть в догонялки под дождем. Опасно. Но надо же, вот так чудеса. Здорово, хорошо, что классно провели время с лип. Поздравляю вас. Да. Ой, уже поздно. Капец, мы только поговорили, уже поздно. Солнышко почти не видать. У нас в игре с вами есть единицы времени. Проводите день, выполняя действия за доступной единицей времени, указанной в углу. Нажмите на значок единиц времени, чтобы пропустить. Понятно. Только вот я хочу тебе кое-что рассказать. Смотри, это подарок от Лива. У меня ведь завтра день рождения. Ребята, у нашего сынишки завтра день рождения. Ребята, все, поздравляем с днем рождения. Придет время, тогда и посмотришь, думаю, Лив была бы не против. Да, конечно. Что ты спрашиваешь? Смотри, конечно. Ребята, я бы посмотрел. Лера, ты посмотрела бы подарок? Конечно, посмотрела бы. Это волейбольный. Ура, мячик, волейбольный. Но в те времена послевоенные так выглядели футбольные мячи. Скорее бы завтра. Не терпится в него поиграть. Новая почта. Так, нам весь мок. Друзья, у нас здесь очень много в игре функций. Очень много комнат, которые мы должны будем с вами все смотреть. Разве ты не хочешь проверить почту? Хочу, конечно. Во дворе был замечен кот. Подают поедающие цветы на клумбах. С этого дня мы требуем выпускать животных на улицу. Короче, не выпускать животных на улицу. Короче, коты цветы хавают. Что за вообще голодные послевоенные годы? Ни китикетов, ни консервов. Что это такое? А, взрослые штучки. Скукотища. Да, Клаус, ты пока еще малыш. Так, ну ладно. Тебе никогда не понять, почему коты жрут кусты? Конечно, листики. Купание. Это только мы умею. Клаус, короче, какой-то у нас грязный. Ванна находится в ванной комнате. Ага, логично. Хорошо, что ванна не на кухне, друзья, и не на улице. А в ванной комнате. Это очень правильно, Клаус. Красава. Садись прямо в штанах и в своих сандалях деревянных. Давай, давай, послевоенных. Так, мы купаем или что вообще? А где мочалка, мыло? А, нажать нужно, друзья. Мы сейчас будем с Клаусом принимать ванну. Купать нашего сына. Так. Буль, 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 буль. Все понятно, помыли, помыли. Ты что водой хлюпаешься? А ну не пшикайся. Так, друзья. Послевоенные годы очень тяжелые. Вода холодная. Поэтому Клауса долго купать нельзя. Будут сопли. А кушать скоро будем. Ты что, кушать еще хочешь? Питание. Еда находится на кухне, что логично. За одну единицу времени Клаус может съесть только сколько захочет. Это прекрасно. Клаус у нас обжора. Интересно, друзья, еды у нас много? Да. Помоем еще на всякий случай внимательно мордочку и руки. Так, садимся за стол. Жирать быстро. Клаус сел. Так, овсяная каша, бутерброд с сыром. Овсяная каша, бутерброд с сыром. А, они, короче, по кругу ездят. Понятно. Короче, у нас 4 овсяных каши и 2 бутерброда с сыром и 200 долларов. Глаза промоем кашей и кушай. Чавкает. Кто тебя научил чавкать? А ну быстро не злимать. Вкуснятина. Можешь ждать еще? Конечно, могу нам. Так, жует. Ого. Это что, отравленная каша? Что у нас в глазах потемнело, Лера? Мы умираем. А. Зевает, уже поздно. Даже солнышко легло. А, он просто спать хочет. Мы его пока... Он, короче, купается, жрет, спит. Купается, жрет, спит. Лера, я думал, каша отравленная какая-то. Не, ну так, купаться, жрет, спит. Все, Лера, все, прекрати. Так, поехали. Он купается, потом он жрет, и потом он идет спать. Все, отлично. Скушали. Бутербродик еще вдогоночку. И все. С полным животиком можешь отправляться спать, Клаус. Да не давай ему еще. Да я ему хочу, может, это... Может, он еще хочет. Не, не хочет. Короче, ладно. Ложись спать. Так, Ага, нажимаем на кроватку. Поскорее бы заснуть, тогда завтра наступит быстрее. Логично, ребята. Все в детстве были такими. Старались быстрее заснуть, чтобы завтра наступило раньше. Я завтра стану совсем большим. Жду, не дождусь. Лиф говорит, на день рождения ей доставать целых три подарка. А сколько подарят мне? Засыпай, тебя тоже ждут чудесные подарки. Целых три. Мы попозже, Лиф-то еще выдумщица. Клаус, надо радоваться тому, что мы имеем. Я думаю, третий вариант. Клаус, надо радоваться тому, что мы имеем. Потому что, друзья, не у всех по три подарка. Хотя бы по одному. Так, лучше подумай о том, как завтра будет чудесный день. Хорошо, поверь мне, отлично проведем время. Ладно, а теперь ложись спать. Чудесно, завтра проведем время. Окей, Нак. Да, мы очень чудесно. Отдыхай. Доброй ночи. Кабинет. Ага, пока наш ребенок заснул, мы можем отправиться посмотреть почту. И у нас, получается, загружаются в альбом фотографий. Почта. Письма и газеты накапливаются, если не разбирать почту. Так, разберем почту. Мы же с лупой просветим, друзья. Что нам пришло по почте? Так, что же это может быть? Новости. В стране наблюдается снижение производства яиц. Вот уже вторую неделю яиц так мало, что их не хватает для экспорта. Но не утихают споры о том, что с турой тренерическому правительству продолжать экспорт. Короче, яиц в стране не хватает. Мы еще их кому-то продаем. А нам-то это зачем? Нет, нам нужны яйца. Как мы будем нашего Клауса кормить, ребята? Конечно, нужны. Так, а что-нибудь еще нажимается? Мячик не нажимается. Короче, уже ночь. Мне тоже спать пора. Пожалуй, давайте заканчиваем. Завершение дня. Когда вы будете готовы завершить день, идите к спальне Клауса и коснитесь лампой, чтобы выключить свет. Все, Клаус. Спокойной ночи. И наступает 18 августа. Суббота. У Клауса день рождения. Бобра утра, он нам говорит. Хорошо. Умывание. Бобра утра сейчас. Умойте Клауса, чтобы его разбудить. Потому что Клаус вообще не втыкает, что у меня сегодня день рождения. Он говорит. Клаус такой, бобра утра. 18 августа. Бобры пришли и желают бобра утра. Умыться надо. Ладно. Все, умыли. Клаус, братан, у тебя сегодня день рождения. Сегодня же мой день рождения. Да ладно. Умывание сработало. Я вчера еле уснул. Да не пойди ты. Нормально ты уснул. Прям захрюкал после третьего этого. Анекдота. А сегодня мне уже 7 лет. Целых 7. Я вырос. Ну надо же, Клаус. Неужели это ты? Тебя прям не узнать. Разве что чуточку. Не глупи. Ну, разве что чуточку. Теперь я совсем большой. Клаус, мы же тебе сказали. Еще немного и станешь Клаус. Честно говоря, ты совсем не изменился. Похоже на то. Ну, поддержим нашего Клауса. Ура. Теперь я совсем взрослый. Отлично. Я весь такой, все. Я пошел уже на мопеде ехать. Я сам буду девушку себе найду. Вообще буду. Да, давай, иди женись. И бизнес. И бизнес открывай, в институт иди. Так, друзья, у нас с вами 200 денег. И детей заведу уже. С днем рождения. А, это письмо от Лив. Это наша девушка. Жаль, что не могу отпраздновать его с тобой. Скорее бы в школу. Хорошо бы видеться каждый день. Ты лучший. Лив Копоти. Это же письмо от Лив. Это наша девушка? Это его девушка? Его девушка. Она не может прийти. Ого, похоже, она правда видела тролля. Ее похитил тролль? Нашу девушку похитил тролль? Не нашла его. Сейчас она у тети Вью Тюнь Хеймини. Вью Тюнь Хеймини. Так, м-м-м-м. Жалко, я не дотерпел. Открыл подарок Лив вчера. А то получил бы мячик сегодня. Давай поиграем в мячик, пожалуйста. Да давай поиграем, о чем? Только... Нет, слово мини-казакон, да? И играем в мяч, дружище. Давай. Ребята, мы еще в квартире. Только не дома, только не дома. Футбол не играли. Итак, Клаус, ты хорошо ловишь? На воротах будешь стоять? О, молодец. Неплохо, слушай. Вот это... Хату не разнесем. Это радует. Клаус, ты красава. Так, и что, друзья? А теперь чем займемся? Да поесть бы тебе надо. У нас внизу, друзья, смотрите. Свободное время. Выбирайте, как провести свободный день. У вас есть единица времени, разделенная на 4 периода. Совмещайте работу по дому и заботу о ребенке. Так, ребята. Да. Мне нужно 7, разделенных на 4. Короче, это какая-то высшая математика. У нас... Давай, папа. Ты мне все-таки колледж закончил. Давай, папа. У нас с верой мозги сломались. Я лучше маму и кашу ему кашу. Сбирайте. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Кушай. И опять... Ой, в общем, Лив говорит, что мама испекла торт на день рождения. Лив, торт. Мама испекла на день рождения. Ну, так же не лифте рождения, это твой день рождения. Какой торт? Я люблю сладкое. Ребята, надо Клаусу спечь торт. Может, лучше поешь капусту, раз ты такой большой. Да, большие дети капусту лучше любят, чем торты. Хавай капусту. Капусту. Фу, говорит. Не хочу капусту. Ну, ешь тогда овсяную кашу. Вот ты и ешь капусту. Ты что с матерью огрызаешься? Как ты с матерью говоришь? Мать тебе в отцы годится. Так, я как-нибудь обойдусь, нетушки. Так, ладно, магазин. Ребята, у нас с вами ничего, кроме бутербродов и овсяной каши, видимо, нету. Надо сходить в магазин срочно. Да, надо сходить в магазин. Он больше кашу не хочет, он хочет чего-нибудь горяченького. Знаете, бутерброд вдогоночку. Спасибо, больше меня не влезет. А, ребята, мы, короче, наполнили все наши кружки нижние. И отправляемся, друзья, видимо, в магазин. А вот и он. Магазин, о, школа. Это Ларек-Марек, а там школа рядом. Так, у нас в магазине есть... Оказывается, блин, еще тут в школу ходить будем. Кстати, ребята, мука, яйца, молоко, это нам подойдет для день рождения. У нас же у Клауса день рождения. Покупаем за 60 рублей. Кашу. И кашу он больше не хочет. Видишь, он попросил нас супа, борща горяченького чего-нибудь. А у нас ничего нету. Прости, я прыгал по лужам и немного испачкался. Да и день, блин, тебя возле магазина на 5 минут не оставишь. Клаус, ну что это за свинюка такая? Переодевание. Наденьте в спальне сухой свитер и переоденьте Клауса. Хорошо, пойдем. Так, если честно, будут одните... Ну вот какой красный почему-то свитер, да. Так-то лучше. Спасибо. Клаус, больше не свинюка. Взял в ручки и пошел постирал. В следующий раз будь аккуратнее. Ничего страшного. Одежда иногда пачкается. Не переживай. Да, ничего страшного, Клаус, не переживай, но свитер постирай. Буду знать. О, риф. Буду знать, он говорит. Ребята, я никогда не знал, что лужи пачкаются, но теперь буду знать. Клаус-то у нас умный. Он такой уже взрослый, прям знает, что по лужам пачкаются, когда прыгают. Ну да, теперь он это осознал. Так, ребята, нам сказали, что приготовить... 7 лет. А, ребята, мы можем тут еще еду готовить. Я первый раз буду печь торт. Мне прям не терпится. Окей, на приготовление пищи. Готовить очень просто. Всего лишь немножко как раз нажать. Нажимаем. Получается хлеб, тесто, хлеб черный, хлеб бородинский, лепешка, лепешка квадратная, лепешка шоколадная, лепешка красная, коровья лепешка, лепешка корошка, которую оставила корова. И тортик с присыпочкой сахарной пудрой. Так, здорово! Что? Получился торт. А теперь можно и праздновать. Ура! А где тархунь? А где лимонад? Где это все? Клаус, так, садись. А, ребята, накармливаем. А мне? Мать тоже хочет торт. Вот бы почаще кушать такую вкуснятину. Так ты только один кусочек съела. Мы целый торт спекли. Обожаю тортики. А вот тебе подарок, Клаус. От нас мы такие... Да, интересно, что же внутри. А ты посмотри, не стесняйся. Ура! Цветные карандаши. Как раз я их и хотел. Спасибо, мам! Так, пожалуйста, Клаус. И совсем скоро они тебе пригодятся. В школу так эти карандаши достались мне еще не бесплатно. Береги их. Пожалуйста, Клаус. Ребята, а мы же добрая мама на самом деле. Теперь я не могу нарисовать все, что угодно. Еще раз огромное спасибо за подарок. Мне он очень нравится. Да, Класс. Пожалуйста, всегда. У тебя же сегодня день рождения. Я кое-что придумал. Ого. Давай ими порисуем. Да что уж. Давай. Давай порисуем. Помоги мне раскрасить рисунок. Так, давай. Хорошо, сынок. Сейчас пойдем раскрасим. Пойдем в мою комнату. А что? Будем порисовать. Ой. Тролля? Ребята, это тролль, который Лив похитил. Я не хочу его рисовать. А Клаус, походу, не в курсе, что его лучшую подругу съел тролль. Ребята, так не терпится пойти в школу, чтобы узнать, что на самом деле случилось с Лив. Лив в нашем классе, друзья, учатся. Чудесный день. Так, отлично. И чудесный рисунок. И чудесный рисунок получился. Так, и карандаши чудесные. Все чудесное. Все прям чудесное. А можно я еще поиграю? Хочу, чтобы день рождения не заканчивался. Я не против, например. Я сам такое люблю. Даже не знаю. Мне кажется, кому-то пора в кроватку. Может еще немного поиграть. Да, может еще немного поиграть. Только не забывай, что дети во сне растут быстрее. А ты же хотел в школу. Тебе же в школу, по-моему, во вторник. Точно, чуть не забыл. Завтра в воскресенье. Ну, так а в школу во вторник. Ну, а воскресенье... Волитейник. Так он же может немножко еще подрасти. Он же хотел подрасти. Короче, я не знаю. Я предложил ему поиграться, но он не захотел. Сегодня был чудесный день. Так, тебе понравился день рождения? Да, очень. Спасибо тебе. Было здорово. Ну, правда мы классная мать. Никакая не будет там, которая тебя бросила, оставила. А мы же тебя усыновили. Жаль, только Лив не пришла. Да, кстати, жалко, друзья. Ни одного гостя не было. Кроме нас. Что подарить? Так. Давай подождем и увидим. Вот бы было здорово. Он хочет еще подарков. Ну, друзья, день рождения прошел. Ну, может быть, в школе Лив что-то подарит. Да. Почитаешь мне перед сном? Ребят, ну что, почитай Клаусу книжку. Давай, мы такие читатели. Давай. Конечно, с радостью. Я готова почитать своему сыну книжечку. Ура! Супер! Он такой, ура! И про кого? Книжка, сказка на ночь. Чтобы начать читать, нажимайте на книгу, пока Клаус не уснет. Чтение тратит одну единицу времени. У нас как раз она есть. Читаем книжечку на ночь. И наш сынок засыпает, друзья. Нет, посмотрите, он такой. Ура! Все, и заснул. Друзья, поддержите лайком эту серию. Эта серия наберет 10 тысяч лайков. На Валеришка Сим обязательно выйдет история про девочку Карин. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс. И на Фэмили, друзья. Мы стараемся для вас. У нас самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока.